Ну что, курочки мои поджаристые, курлы-курлы, с вами ваш парфюмерный повар-куровед. Я вам сегодня покажу две мои новые новиночки, неимоверные, свежие ароматы от Avon, которые попали мне в руки. В общем, начну я с ароматом Sensuelle. Посмотрите на эту красоту. Как хорошо выглядит флакон. Ой, боже, даже не то, что для Avon, а вообще для, не знаю, последних парфюмерных всяких новинок. Я считаю, ну, эталон. В общем, что хочу сказать. Попал он ко мне в руки от одной женщины, которая когда-то распространяла Avon. Всего, по-моему, за 150 рублей. Боже, ну за 150 рублей, даже чисто визуально, это такое наслаждение. А это белые цветы, древесность, лактонность, пудровость, хорошая такая пудровость, я вам скажу, цитрусовость, мускусность, но нормальная, терпимая. Амбровость, это сладость и ванильность. Но не сильная сладость, такая умеренная, приятная. Это цветок апельсина, бергамот, мандарин, гордыния, гелиотроп, водяная лилия, кашемировое дерево, ванильная орхидея. Так, сейчас я нанесу его на себя и расскажу вам все. В общем, это пудровый гелиотроп. Это кашемировое дерево. Вот это самое первое, что исходит с моей кожей, что витает просто сейчас вокруг меня каким-то скафандром. Моя любимая гордыния здесь чувствуется, но она такая тонкая, кремовая. Я давно ищу гордыниевый аромат, такой, как был у Марка Джейкобса в нулевые. Вот всю ту гордынию, которая, знаете, была раньше. Вот, как говорится, раньше было лучше. И вправду, раньше было лучше, потому что все современные гордыниевые ароматы меня неимоверно душат. Ну просто, мне так обидно, мне так обидно. Приходят все эти ароматы отдавать отцу. Ну, конечно, я не против. То есть я как бы с него вдыхаю. Когда он там рядом со мной в машине, допустим, я чувствую эти ароматы. И, ну да, хорошо, приятно. Только почему не с меня гордынием? Не знаю, что случилось. И дело не во мне. Я реально, я вдыхаю гордынию со старых ароматов и ношу их на себе. Ну, в плане ароматов тех лет. С тех формул, тех комбинаций, пирамид, сочетаний. И все нормально. Но почему-то все современные гордыниевые выпуски, все новинки просто меня убивают. У меня начинается, говорит, мигрень. Тут гордыния, ну, практически тех лет, только такая менее заметная. Прямо самая максимально тонкая гордыния, но она есть. Я сейчас всю эту тираду выдаю для тех, кто тоже любит и ищет гордынию. Вот. Водяная лилия, да, ощущается. И она тут дает нехилый такой флер. Little black dress, товарищи. Я просто сейчас, на мне это открывается как little black dress. Здесь есть цитрусовость. Видите, это такой little black dress с... Тут хоть и бергамот и мандарин, но ощущается, вот, знаете, в красной смородине, в ее шкурке, очень много витамина С. Вот этот витамин С я ощущаю какой-то околосмородиновый. Потом раскрывается цветок апельсина. Не знаю, как пахнет ванильная орхидея. По-моему, орхидея вообще не пахнет. По-моему, это просто чьи-то фантазии, но он хорош. Бело-цветочно-цитрусово-древесно-пудровый аромат. Никто не скажет, что это. Эйвен. Да, если это похоже на little black dress, конечно, может кто-то что-то такое начнет подумывать на вас. Но, нет, это все так приятно, красиво запудривать. Нет, к слову, little black dress я тоже люблю. Хоть многие любят его хаять, но я не из этих людей. Я little black dress очень-очень люблю. В нем меньше свежепорошкового, какой-то вот этой лютой, свежей чистоты и какого-то уходового крема, как в little black dress на мой нос, я так слышу. Здесь больше такого пудрового, аристократичного, какого-то белоцветочного облака. Вот, если little black dress это крем, то это пудра и вуаль какая-то. Очень красивый аромат, очень красивый флакон. Я знаю, что недавно его перевыпускали. У меня очень старый выпуск. Это не из-за перезапуска какого-то там прошлогоднего или что. У меня это вот тот самый, который выходил сколько-то лет назад. В общем, хорош. Я очень им горда, что у меня есть в коллекции. Мне безумно нравится флакон. Вот. Вот, возможно, даже я возьму еще про запас. И тем более за 150 рублей, боже. Это ли не диво? Далее, товарищи. Еще одна неимоверная новинка. Отгадайте, что это. Отгадайте, что это. Посмотрите, какая красота. Я вокруг этого флакона ходила с января. Нашла... Ой, у нас есть магазин каких-то магических предметов. Там, знаете, всякие каменья, всякие карты Таро. Так, сейчас я вам кое-что покажу. Ой, или не покажу. Сейчас, сейчас, секунду, секунду. Смотрите, что я купила. Похоже, конечно, на... Как будто это Ева Морозова из Шкеа нарисовала карты с Вединборга. Я не знаю, что это значит, но это очень крипово выглядит. А вот тут это похоже немножко на иллюстрации обри Берцлея. Берцлея, как его там, правильно? Я его обожаю. Потом покажу вам, кстати, всякие уникальные штучки о нем, которые у меня есть. В общем, я люблю покупать такие стрёмные, жуткие вещи. Вот. Там куча-куча всяких каких-то кристаллов, всяких каких-то непонятных из разных материалов, каких-то, в общем, рун, приспособлений, курильных всяких штук. Ну, в плане ладанных, для, в общем, всего этого дела. В общем, такой интересный магазинчик. Он находится на цокольном этаже. Старой Сталинки в месте, куда нужно... В общем, там куча зданий, которые являются каким-то там национальным наследием. В общем, там чуть ли не по винтовой лестнице выкатитесь во тьму. Потом вам открывается... Вы идёте по запаху каких-то благовоний. И заходите просто там всё из какого-то стекла, там всё наполнено какой-то потусторонней, можно сказать, силой, ну, не силой, а атмосферой, скорее. И, в общем, и при этом там в углу стоит сервант с Эйвеном и Арифлеймом. Там выдают заказы ещё. Вот. И там стоял вот этот флакончик. Ну, я, как я уже говорила, я люблю гранёные. Я очень люблю всякие плоские, узкие флаконы. И я так ходила вокруг него, ходила, ходила, ходила. И мне такие, ну что же, пора, пора брать. Я думаю, да, пора. Мне его, значит, развинтили. Это сплэш-флакон. То ли к нему шёл пульвик с грушей, наверное. То ли это как-то отдельно надо было покупать. Ой, смотрите, как он по Александру Македонскому-то фигачит. В общем, мне даже лучше. Я хочу его использовать. Потому что, ну, сплэш я боюсь долго хранить. Тем более от Эйвен. Потому что они быстро портятся. Потому что они контактируют с вашим себом, с вашим жиром с кожей. Несмотря на то, что вы супер там гладкими чистыми руками будете это использовать. Контактируют с воздухом, большой объём жидкости. Поэтому я с удовольствием буду им практически поливаться. Точнее, обмазываться. Этот аромат, как, возможно, всякие эйвеновские сторожилы уже поняли. Это паризин шик. Это фруктовый, древесный, сладкий, белоцветочный, розовый, пудровый, амбровый, цитрусовый, мускусный аромат. Это в верхних нотах малина, итальянский, мандарин, гранат. В средних роза жасмин, мой любимый и моя обожаемая гордения. Это амбра, это омбу, это сандал и мускус. Это, боже мой, товарищи мои ненаглядные, это терпкий мёд с цветами. Чуть индольная желтоцветочность. Я, по крайней мере, говорю про аромат сплэш. Это повидло яблочно-абрикосовое. Я бы даже сказала, знаете, из кекса. Вот у кого есть Ашана, если вы брали там Ашановский кекс, звучит, возможно, ущербно. Но, поверьте, он вкусен, особенно с топлёным молоком каким-нибудь. Это, наверное, тоже звучит не очень приятно. Но какое там хорошее, какое-то абрикосовое повидло. Просто с заглядением, с заедением. В общем, но потом становится похоже на что-то из Эйвена. Типа лака или аттрекшена. Потрясающее начало, но такая стыдноватая вроде база. Пока носить в люди не буду, попробую в жару и в мороз. Может, загорает по-другому, и база скроется. Потом это в морозах, жаре или чем-то ещё. Думаю, надо с чем-то мешать. Причём только после того, как начнёт вылезать база. Вот, к сожалению, я не знаю, как он там в флаконе с распылителем, вот этот симпатичный такой фиолетовый. Может быть, он как-то, знаете, по-другому выдаётся. Хотя, может, даже хуже, я не знаю. А может, и лучше. Но этот аромат безумно красив поначалу. Я очень люблю наносить его вечером. Он безумно согревающий. Мне кажется, я оставлю его на морозы. В жару, хотя в жару, возможно... Я хочу посмотреть, что повылезает из него в жару, летом. Мне очень нравятся медовые ароматы вечером. Несмотря на то, что это вроде как кажется зимним, там, согревающим, но я люблю, как мёд растекается по разгорячённой коже где-то в июле. Они обожают такой характер ароматов в это время. Это так пьянит. Это такая, знаете, медовая медовуха. Что-то такое. Вот. Но, в принципе, классический лак и классический аттрекшн, они, конечно, не такие уж и плохие. Это я, конечно, всё говорю, исходя из своих предпочтений. Уж там не обижайтесь. Хотя я знаю, любительница Эйвен очень любит оскорбляться на любой маломальский недохвалебный отзыв, но тем не менее. В общем, хороший аромат. В принципе, у него настолько крутая, яркая и доставляющая наслаждение вот эта вот открывающая часть пирамиды, которая с горячей кожи взлетает мне в ноздри, что я готова простить ему его базу. Вот. Но, опять же, я тороплюсь с выводами, можно сказать, потому что сейчас март. В марте для меня очень опасно покупать какие-то ароматы, потому что это такая спорная и мерзкая погода, очень повышенная влажность. Я не в тропическом климате каком-то живу. То есть, в принципе, выбирать в это время ароматы очень рисковая такая затея, потому что они раскрываются в той атмосфере, которая не присуща той, в которой я живу. Это холодный, мокрый ветер, это влажный воздух, это непонятно то холодно, то тепло, то жарко, то еще как-то прело. Поэтому рано выдавать прям окончательный вердикт. Надо дождаться нашего стандартного такого базового температурно-влажно-воздухового режима, чтобы потом что-то сказать окончательное. Поэтому я думаю, он очень хорошо раскроется. Мне он очень нравится. Это такой красивый мед. Я еще раз повторюсь, я обожаю белые цветы, я обожаю горденью, я души не чаю в жасмине. И я обожаю и коллекционирую медовые ароматы. И это очень хороший парфюмерный мед. Он тут, конечно, не заявлен в пирамиде, но он заявлен моими ноздрями и моим мозгом. А это главное. В общем, мои ненаглядные, богоподобные царицы моего сердца, моей души, моего мозга, моих пор. Желаю вам приятного дня. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайчочки. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока, бибы.